Дорогие друзья, сегодня 9 мая, в день 75-летия Великой Победы, я хочу рассказать о своем герое. Мой дедушка Шутилов Григорий Михайлович ушел на фронт 24 июня 1941 года. Он был стрелком в составе 901-го стрелкового полка, действовавшего в боях под городом Демянск Северо-Западного фронта. При выходе из окружения он попал в плен 21 августа 1941 года. Страшно представить, что творилось в душе моего деда, опытного воина, прошедшего всю финскую войну в этот момент, в момент пленения немцами. Наверняка именно поэтому он очень мало и редко вспоминал о том времени. Помню, однажды я спросила его, деда страшно было в плену? Нет, ответил он, обидно и досадно, что мало этих гадов положил в начале войны. Но с первых дней плена я точно знал, что сбегу, так ответил мне дед. Сбежать из плена удалось только с третьего раза. Дедушка и его товарищи готовились к побегу два месяца, запасались съестными припасами, раздобыли длинную веревку, котелок для воды. Все это они закопали под сараем, где находился скот, работали в сельском хозяйстве. И 13 января 1945 года они совершили побег. Днем сидели в больших стогах сена, а ночью пробирались на берег реки, спускали на веревке котелок, набирали воды. Немцы организовали поиск военнопленных и протыкали штыками стога сена, в которых скрывался дедушка. Ему повезло. Немецкий штык прошел совсем рядом с рукой. Оставшихся военнопленных лагерях немцы расстреляли перед приходом наших войск. В феврале месяце мой дед, шутилов Григорий Михайлович, присоединился к 150-му стрелковому полку, действующему в боях под городом Кенигсберг. В июне 1946 года дед вернулся домой, где его ждала семья – жена Наталья и трое детей. Мой отец родился уже после войны. Дед называл его мирным ребенком и очень его любил. В семейном браке мой дедушка Гриша и бабушка Наташа прожили 63 года. И восемь из них она ждала его с войной. Ждала, и каждое ее утро начиналось с молитвы. С молитвы о здоровье мужа и о том, чтобы он живым вернулся с войной. Она работала в колхозе и растила троих детей. И верила, что он вернется с войной. Я помню своего деда, и я горжусь им. Благодаря его отваге и смелости я живу на этой земле. С праздником, дорогие друзья! С Днем Победы! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok